Добрый день! В этом номере Гудка на третьей странице читайте о том, как Дальневосточная дорога успешно справилась с перевозкой ментая и готовилась к перевозке лосося. На Дальневосточной дороге в последние месяцы Путина в апреле было перевезено 34 тысячи тонн рыбы ментая. Это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Столь заметный прирост, вообще Путина была успешна, связывается с тем, что было быстрее выдано разрешение на промысел и рыбаки вышли в море уже 1 января. Сейчас, когда Путина это закончилась, готовится уже на Дальневосточной дороге к Лососеву Путине, которая тоже обещает быть весьма успешной, примерно на 45% по прогнозам Росрыболовства больше, чем в прошлом году. В общем-то, с подвижным составом проблем нет. Проблема, как наш корреспондент выясняет, есть у рыбаков больше. Например, на Сахалине очень мало холодильников на берегу, и рыбаки вынуждены сдавать рыбу на плавучие базы, которые потом уже отправляют рыбу в Владивосток, и там уже перегружаются на железную дорогу. Но дело в том, что рыбакам это крайне невыгодно, у них очень невыгодные цены. Было бы лучше, если бы на берегу рыбу ждали холодильники. Сегодня в нашем номере ГУТКа вы сможете прочитать материал о теме РЖД-такси. Дело в том, что услуга РЖД-такси новая для российских железных дорог. Ее ввели полтора года назад. Она работает на вокзалах. Это машина, принадлежащая парку какой-то компании, но заключен договор с РЖД. Есть такая услуга РЖД-такси в Петербурге, есть такая услуга в Москве. И когда эту услугу только ввели в Петербурге, на московском вокзале, настоящая война началась с нелегалами. И были даже такие случаи ранения, ножевых ранений, когда нелегалы нападали на таксистов РЖД-водителей. В Москве эта процедура проходила, все решалось переговорами, но не всегда гладко. Например, на Казанском вокзале, по словам гендиректора компании РЖД-такси-центра Ирины Кошельковой, так и не смогли найти общий язык. Там уже слишком сильные клановости, слишком сильно нелегальные таксисты. Но этот бизнес пока еще не приносит каких-то определенных прибыли, хороших прибыли для РЖД. Ну, в общем, первая причина это действительно то, что сейчас есть нелегальное такси. Второе, пассажиры пока еще не ощущают эту услугу. Ирина Кошелькова считает, что эта услуга должна быть сквозной. То есть, когда пассажир садится в Москве, доезжает до вокзала на такси, дальше он едет в свой город и там его также подхватывает такси РЖД. И только тогда она может быть выгодной для РЖД. Да. Правительство решило сохранить льготы по имуществу для естественных монополий. В прошлом году Минфин выступил с инициативой отмены льгот и введения налога на имущество. Оно должно было вводиться поэтапно. В следующем году ставка налога должна была составить 1,1%, а в 2013 году выйти на полную стоимость 2,2%. Как подсчитали в РЖД, в этом случае в 2012 году компании пришлось бы выполнить дополнительно порядка 20 миллиардов рублей, а в 2013 уже 40. И, соответственно, в следующие годы приходилось бы выплачивать около 40 миллиардов рублей. Естественно, это повлияло бы на стоимость билета и на грузовые тарифы. Именно на это указывали в свое время в Минэкономразвитии, когда обосновывали необходимость того, чтобы льготу РЖД все-таки оставили. В компании полагают, что это довольно-таки приятное известие, поскольку, например, убытки от пригородных перевозок в год составят тоже примерно 40 миллиардов рублей, то есть сопоставимую сумму. Поэтому, как полагают в компании, больше денег останется на инвестиционную программу. О том, что разводящихся супругов обязали учитывать родительские интересы друг друга, читайте на седьмой полосе свежего номера газеты. В соответствующие поправки законодательство утвердил Дмитрий Медведев. Изменения вносятся в ряд действующих законов, в том числе в Семейный и Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Вопрос о том, с кем из родителей должен проживать ребенок и в каком порядке другой родитель будет принимать участие в его воспитании, теперь будет решаться судом при рассмотрении споров о детях уже на предварительном заседании по делу. По-прежнему порядку этот вопрос не мог быть решен до завершения судебного процесса. Теперь такое решение будет приниматься по требованию одного или обоих родителей с обязательным участием органа опеки и попечительства и с учетом мнения детей. Также впервые вводятся штрафы за лишение ребенка права на общение с родителями и близкими родственниками. То есть, если один родитель или другие близкие родственники лишат ребенка права на общение с родителями и другими близкими родственниками, они будут ошлафованы на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Штрафовать на такую же сумму будут знамеренные сокрытие местонахождения ребенка или неисполнение решения судей о местах жительства во время спора. Повторное нарушение обранировано штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей или арестом на срок до 5 суток. Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие изменений связано с тем, что в последнее время участились случаи, когда конфликтующие родители намеренно скрывают местонахождение ребенка друг от друга, ограничивая общение с ним, а также переселяют его без согласия второго родителя. И при этом споры о детях иногда затягиваются на долгое-долгое время. Вместе с тем, инициативные родители выступали против принятия этого документа и поясняют, что ждет теперь разведенную маму. А по оценкам экспертов, до 97% детей в разведенных семьях остаются с матерью. И значит, именно мама может препятствовать общению с другим родителем. Часто, как считаются инициативные мамы, отцы пропадают надолго, потом появляются, когда им это удобно, и требуют общения. И мамы призывают понимать, что какой-то стресс для всех, особенно для ребенка, особенно если бывший муж или сожить алкоголик, бездельник или наркоман. Даже в этом случае мать не сможет после развода оградить детей от общения с ним. Из различной, как всегда, информации на спортивной полосе Гудка на 8-й, я обращаю ваше внимание на информацию про наш баскетбольный локомотив, локомотив Кубань, который всерьез борется за медали чемпионата России. Очень такой непростой период у него получился на стыке апреля и мая. Команда заняла второе место на Кубке Вызова в Европейском. Выспела, в общем-то, достаточно удачно, потому что все-таки это был дебют в Европе. Но в это же время ей пришлось провести два матча с лидерами чемпионата России. Для начала на своей площадке кубанские железнодорожники принимали Казанскую улицу, команда, которая занимает первое место в чемпионате страны. Была настоящая битва. Кубанцы регулярно выходили вперед, но лидеры их настигали неизменно. И тем не менее в самой концовке локомотив занятил обороты и сумел-таки добиться победы. Пусть совсем невысокая разница, плюс один, одно очко, и тем не менее победа над униксом дорогого стоит. А на самом деле так. Впрочем, после этого железнодорожники приехали в Москву играть встречу с ЦСКА. Армейцы в этом году лихорадят, однако же они настроились на кубанцев очень крепко, сыграли свой лучший баскетбол. И несмотря на то, что локомотив даже выходил вперед и на самом деле играл здорово, сумели-таки вырвать победу ценой усилий своих лидеров. Вырвали победу армейцы и таким образом закрепились на втором месте. Редактор субтитров А.Семкин